Прямо поставьте Ну так, добрый день, Христос воскрес Сомневаюсь Кто вы будете, откуда и зачем? Вы меня слышите? Да, слышу Я вопрос задал Кто вы, откуда и зачем пришли? Вы повыше голову поднимите, чтобы видно было Один нос, вот так, посередине Три вопроса, это не один вопрос Да, у нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Не, не против Так, говорите, слушаю Игнатий Тихонович, вас же так зовут, да? Да Не ошибаюсь? Скажите, пожалуйста, вы действительно верите, что мертвая плоть может воскреснуть? По высшим голову у них, чтобы голова не уходила У вас один нос торчит, вот так Вот так Что я действительно не верю в Бога? Вы опять ушли вниз? Нет, не в Бога Ну а как же не верить? Без веры невозможно У вас вверху пустое место, а голова уходит туда за экран Вам то ли не видно самого себя? Так, держитесь А я на себя не смотрю Ну смотрите на себя-то А вы опять пошли вниз Я же не буду разговаривать с щубом Так, ну и что? Я верю в это Без этого как жить? Веру и воедино Бога Так, а что так вас интересует моя вера, а не ваша? Меня моя интересует, я пытаюсь веровать, но не получается Я верю, а почему вы засомневались, что я верю? Да не вас Я хочу, чтобы вы меня научили Так, о чем я не понял тогда вопроса? Вопрос в том, что на кухне сейчас сидит мама с отчимом, они кушают Пасху А я не могу приступить к этому Я тоже хочу, но я так подумал, честно Я не могу поверить, что мертвая плоть может воскреснуть А какая плоть, когда куличи едят? Это обыкновенный хлеб Никакой плоти тут и нет Зачем выдумать-то? Ну не ешьте обыкновенный хлеб Купите, да Это просто более насыщенный хлеб Молочные продукты Потому что 7 недель были без молока, без мяса Для организма более витаминная пища Более калорийная Так а вы не слышите меня, получается? Не слушаете, да, совсем? Ну я понял, что у вас там мать ест А вы не можете есть Пасху? Куличи Да, потому что я не могу уверовать Ну а я что могу сказать? Может, ест ли вы можете? Я услышал, почему вы не можете есть? Садитесь и ешьте Ладно Я ничего не понял Почему вы так Отнеслись к этому Что-то я не могу Я не верю Это к вере не относится А к желудку Голодный вы бы съели Не спрашивали Ну, согласен, да Ну так а что придумывают А вы не верите По какой причине? Не верите, что в Бога Или во что не верите? Или то, что это Куличи Другой хлеб Я не верю, что мертвая плоть Может ожить Из гроба Встать и пойти Вы о ком говорите? Об обыкновенном человеке? Ну, допустим Обыкновенного человека Вселился святой Бог Ну да, Господь сказал Будет воскресенье Вот мы читаем Девятая глава об этом Евангелие от Иоанна Когда умер друг Лазарь И четыре дня было Жаркая погода Он уже там Подойти нельзя было А Христос подошел Его воскресил Говорит, Лазарь, выйди вон И он вышел А обвитый То есть связанный Как куколка Как он шел Тоже непонятно Как такое может быть? Ну, вера Вера все Это как Земля могла быть сотворена Как она где-то летит в космосе И никуда со стороны С орбиты не уходит Как Солнце так далеко от нас 125 миллионов километров И греет нас Таких вопросов сколько угодно Корова на лугу И ест зеленую траву Получается белое молоко Желтое масло Корова черная Как это? Не знаю Беру и ем Где этот краситель в корове-то? Молоко же не зеленое, а белое Почему? Ну, это такой себе вопрос Не сложный Не сложный Он не менее сложный Он не менее сложный Вы попробуйте Святые пожевать Святые пожевать Они горькие А пчела даже Стрепья Приносят сладкий мед Лекарственный Как это может быть? Там нет меда никакого Хоть сколько жуй Всюду чудо божие И надо верить в это Мы верим в очень многое Что нельзя никак объяснить Как солнце возникло Почему на таком расстоянии Если бы дальше было Земля замерзла Ближе сгорела бы Это у вас аппаратура плохая Что-то опять Да, наверное Так, еще что за вопросы? Говорите Просто хотел спросить Как у вас там дела? Ну, что дела? Мам, я тут по скайпу Рассказываю Да, какие дела сегодня? Воскресный день У нас три часа только Закончилось богослужение Транзы все разговеривали Страпезной А? У вас три часа уже там, да? А вы знаете, где мы находимся? В Барноволе Ну, я не знаю по разнице А вы где? А я в Москве В Москве Ну, вот у нас богослужение было ночью Закончилось Трапеза была А потом детский концерт Я все уже выставил в интернете На нашем ютубе Канале Во свете Библии Называется канал Да я знаю Ну, вот там все Посмотрите Как дети выступают Песнопение Прославление Бога Потом несколько песен Таких казацких пропели Я сказал небольшое слово В воскресенье Книжку, которую прислали мне Когда я связался с вами по скайпу Так Скорбь дьявола Скорбь сатаны Печаль сатаны И что? А почему именно Его советуете почитать В первую очередь А не Достоевского Например Ну, очень хорошо показано Какую роль играет сатана Нам им безизвестный Умас сатаны Павел говорит Значит, это необходимо знать Чтобы знать его ходы Вот немцы, когда воевали И русские с немцами Они старались узнать Против них Какой маршал И знали Если модуль Значит, это Мастер обороны Если Гудериан попался Значит, у него повышенная часть А если СС Значит, держись крепше Потому что Генли Никаких попало Не ставил там Миллер Гиммлер Это нам В чем мастер? Нам Это я говорю Пример И мы тогда видим Вот через это Одного Бога Бог допускает Через женщин И сколько у него Неприятностей через них А у другого Через любитель денег Где-то запутался Что-то сделал Не так Посадили Это все Сатана подмешивает Ну вот Ну вот вы говорите Через женщину Сатана, да? Ну да А я считаю Что во мне Что, ну Как сказать Святой Дух Или как это назвать Не знаю Ну и Что Это неплохо Дух Святой не искушает Дух Святой помогает Человеку выполнить Волю Божью Он говорит Если любите меня Соблюдите мои заповеди А заповеди его написаны Писали святые Божьи человеки Движимые Духом Святым Вот оно Кольцо получилось И следуйте Писание Говорит Господь Говорит Следуйте Писание Иоанна 5.39 Ибо через них Вы думаете Иметь жизнь вечную Через Писание А они Свидетельствуют о мне А сегодня люди И надо куда-то поехать Хаш этот совершить Как в Мекку В Медину Мусульмане Вот поехать туда Прикоснуться к тому-то Посвятить то-то И что-то как-то Где-то щелкнет Ничего не будет Какой человек Был мирской Такой он и будет Они говорят По-мирски Мир слушает их А говоришь Божественное А они не слушают Почему? Для него это чуждо А нам чуждо Что они мирские Говорят Не нужно Пустое У людей важно Лишь бы деньги Поступали За все Насчисляются Рекламодатели Понятно А вы в храме-то Не были? Спасибо вам В храме не были? Ночью-то? Ночью не были в храме? Не молились? Нет А почему? Потому что здесь нет Старобрядческого храма Я в Питере нашел один А здесь Так при чем тут Старобрядческая Божественное слово звучит Благословение Песнопение ангельское Я в молитвеннике В молитвеннике нашел все эти слова Ну во всяком случае так Для того Господь оставил церковь Чтобы мы едиными устами Единодушно славили Бога Вот как у нас Богослужение Я пришел туда В эту церковь А там все злые толкаются Там что? Чего туда пришли? Толкаются зляться Что-то не пойму Зачем пришли в церковь? Ну про других Не надо смотреть Конкретно Вот вы сейчас зайдете На наш Ютуб канал И в течение там Ну вот я пришожу туда И мне там Хуже чем Если бы я сам Здесь дома помолился Вы посмотрите Как у нас идет Написано Богослужение На Пасху Как оно идет Слажено Какая тишина Какой порядок Как одеты люди Какая красота Богослужение Пасхальное Ну в Барнауле Это у нас здесь Наша община А другие Это там тоже Пришел, ушел Мотаются люди Ничего не знают Надо трудиться Над собой душой И у тебя и будет Получаться Господь говорит Приходящего ко мне Не изгоню вон Так что благодарить Надо и делать А мать-то знает Что вы Так думаете Мать-то знает Что вы Почему не с ней За столом Знает Ну вы подойдите Скажите Скажи Не допонял Садись и поешь Успокой ее совесть Она же вам добра желает Приду Какие это вопросы Какие вопросы Сел да поел Поел и поблагодарил Бога Надо Надо маленько Как-то попроще Смотреть на это Зачем усложнять Там пришел Храм Они ходят Ну пусть ходят А ты в уголок Стань да и молись Про себя мысленно Пой Христос Воскресе из мертвых Я не верю А как не верю Когда он воскрес Не веришь Значит В веры никакой нету Не верит В воскресение Тот Кто живет Я в свое воскресение Поверил Я бы не поверил Никогда ни во что Если бы сам не воскрес Духовное воскресение Должно быть Апостол Павел Пишет к ефесянам Стань спящий Воскресни из мертвых И осветить тебя Христос Ну вот в этой вере Что дух может воскреснуть Да Ну а еще и тела воскреснут Многие Даниил 12 глав 2 стих говорит И спящие во прахе В земле Восстанут Как не верить Когда написано Как Лазарь воскрес Лазарь как воскрес И он со Христом Потом на вечере возлежал А те люди Которые злились на Христа Решили убить и Лазаря Да Ну это все Могли просто придумать И написать Ну это верно А зачем это придумывать Зачем это придумывать Чтобы обмануть людей А в чем обман В чем обман тут заключается Придумать красивую сказку Ну сказали В виде сказки Ну а что давайте Две сказки возьмем Одна сказка та Что человек воскреснет А другая не воскреснет И вот мы считаем Стихотворение На смерть поэта Михаил Юрьевич Лермонтов Пишет Когда Пушкина Застрелили Есть Божий суд На перстнике Разбрата Есть грозный судья Он ждет Он недоступен Звон и златые мысли И дела он знает Наперед Тогда Напрасно вы прибегнете Злословью Тогда на суде Божьем Что люди воскреснут Верят Два миллиарда мусульман Два миллиарда Двести миллионов Христиан И два миллиарда Буддистов Верят в это А как не верить Не верят Вы считаете Что они в это верят Они просто говорят Слова Которые принято говорить Христос воскрес Воистину воскрес Ну ладно Тогда все Если веры нет Теперь вы эту печать Накладывайте на всех Они все лгут Так нельзя Ни разу не был там И не знаю А они верят в это Вам Зачем это придумать На людей Это вы не верите Теперь под эту гребелку Всех остальных пустить И все не верят Человек который не верит В Бога Он способен На любую подлость Потому что ни за что Не отвечать Он может солгать Изменить Предать А когда верит Знает что будет возмездие Он ведет себя Совсем по другому Только из страха Да получается Примудрость Это притча Соломона Первая глава Седьмой стих Написано Начало мудрости Тире Страх Господень Без страха Божия Нет ничего на земле Вы на машине выехали У вас страх Вас там полицейский Задержит где-то Дома рядом Угни не ставите Горячий Как бы дом не загорелся И все из-за страха Из-за страха На высоте перил нету Близко не подойдешь Упадешь Страх Вы ребенка приучаете У кого страха нет Тот дурак А так Трижний герой Советского Союза Покрышкин сказал Летчик Тело восстанет Я не знаю Я не знаю Зачем написал Зачем написал То как есть Такое утешение Дает людям Иоанн Златоуз Говорит так Справедливый Бог Все отвечают Да Но на земле Бог не установил Справедливости Значит она будет В другом месте А где Когда воскреснут И тогда восстанут Из праха И Господь разделит Налево и направо 25 глава Евангелия от Матфея Господь небо и землю Оценил дешевле Чем ни одна черта Ни одна йота Не исчезнет из закона Притом Когда Христос воскрес Написано Многие воскресли На кладбищах И явились В Иерусалиме Родным родственникам Потом вратно умерли Многие Притом ни один Ни два Приятно вас послушать Конечно Ну вот сколько людей Которые сейчас живут Которые обмирали А если умирали Вы может слышали Клавдию Стюжанина Про нее и фильмы стоят Она как раз в Барнауле была Из морга Прислали Уведомление Чтоб труп забрали Его обследовали Резали Ни крови Ничего нет Она умерла Во время операции А она восстала Кажется на третий день Это когда было Где Ну это давно было Клавдия Стюжанина Зарядите Вы там увидите Я с ней встречался Несколько раз Сын у ней Струнина Андрей Живет Священником стал О солнышко Все таки вышло Что говорите Солнышко говорю Все таки вышло Ну она восстала Она другим свидетельствовала Она была вроде бы Совсем неверующая А тут поверила Что она видела Там за гробом Все рассказывает Вот такой фильм есть Сбежавший из ада Посмотрите Это на документальной основе Показано Сбежавший из ада Хорошо Посмотрю Да он сам себе ввел в Вену Так Яд там такой И отравился Его Господь там продержал Сколько Ну врачи его оживили И он рассказывает Что видел Прямо Там В преисподней А скажите пожалуйста Вот у вас сегодня Выходной Ну как выходной Ну по хозяйству Делать ничего нельзя Правильно Да что делать Я в городе живу Мне 80 лет Что я могу делать Когда у меня кошка и голуби Я голубей накормил Кошек накормил В каком городе Не понял Город Барнаул Мне 80 лет Какая работа Я значит что Я на пенсии Дальше В городе что я могу держать У меня голуби есть Так в каком городе Вы же в деревне живете Или нет Ну зиму я живу В городе Барнауле А летом в деревне А при чем без зиму Если сейчас же не зима Или зима сейчас Да уже зима Уже у нас снега нет Уже все растаяло Ну И вот что будете делать Сегодня если не секрет Что я могу делать Я сижу в доме Я в городе В городе Барнауле Внутри дома сижу А вы все таки в городе Да в городе У меня здесь голуби Я на голубятни покормил А тут кошки Кошек накормил Сварил что надо Дальше сижу Сижу в интернете Отвечаю на вопросы Очень много писем приходит Я в интернете Начинаю работать С двух часов ночи Понятно Огромный-огромный поток Людей идет Так вы один что ли Там работаете Нет не один Ну У меня своя роль Главное это здесь На меня падает ответственность Какие ролики Какие это насчитывать Какие это ставить Соразмерять Которые бывают Наши люди Где-то посланные И они там снимают И тоже присылают Я ставлю Я каждый день Ставлю Около 10 роликов Начитанный Златоуст Жития Библия И все это разбито По отдельным файлам А напомните пожалуйста Как фильм документальный Сбежавший из ада А вы запишите Для памяти Да Сбежавший из ада Вон понравится вам Серьезный фильм Такой Спасибо Да У нас говорят Спаси Христос А какая разница Спасибо Спасибо Это большое Спасибо Это ничего оно не значит Спасибо Это одно слово Спасибо Спаси Бог Нет Спасибо Бог Это нет Не звучит А тем более У старообрядцев У них всегда говорят Спаси Христос Старообрядцы По другому Никогда не говорят Ну ладно Старообрядчество Это мой корень Я родился Старообрядчество Да Конечно Я из-за него только Вот Киржаки Беспоповцы А без священства Спасения нет Поэтому позже уже Пришли туда Где есть священство Я в 23 года Впервые Евангелие увидел И там обратился Покаялся А я покаялся Без Евангелия Ну у кого как Написано Вера отслышания Отслышание от слова Божия Тут никуда не денешься Послание к римлянам 10 глава 17 стих Вера отслышания А не то что с бабушкой Ходил в храм Отслышание Не басни королевские А от слова Божия От Библии Иоанн Златовус говорит так Ты не считаешь Священное Писание Библию И ты закона не знаешь А не зная закона Ты нарушаешь А нарушая Ты погибаешь Из-за того что не считаешь А чувствовать Разве нельзя закон Что нельзя Если не читать Ну даже если не читать Ну ты умер И все Ты мертвец Ну а можно жить Чтоб человек не питался Не питался Это пища Души Первое послание К Тимопею 4 глава 16 стих Написано Вникай в закон И в себя И занимайся этим Постоянно И так поступая Спасешь себя И слушающих тебя Вникай в себя И в учение Все сравнивать У тебя так или не так Вот почему Когда Христа Стали там пытать Саддукеи Матфея 22 глава 29 стих И он говорит Заблуждайтесь Запятая Не зная Писаний Ни силы Божьи Все заблуждения Ереси От незнания Писания Нет Нет Ну там же Алло Да я слушаю В Писании Там же ведь Нет ничего Такого Сверхъестественного И так понятно Что это Все сверхъестественное В Писании Начинается Вначале Сотворил Вначале Сотворил Бог небо И землю И Англатаус Говорит Люди сначала Фундамент делают А Бог сначала Крышу Сначала небо А потом землю Я же не про это Я про то что Добродетели Что такое хорошо А что такое плохо Человек же может Сам чувствовать Да По сути Если совесть не сожженная То он так должен понимать Пока закона не было Человек движется совестью Но сегодня Многие сожженные Совесть имеют Ага Поэтому А почему Ну блудник У блудника Какая совесть Он жену обманывает Дети сквернословят в школе Друг друга бьют Как звереныш Сейчас он пишет Что в Саврополе Там сделали с девчонкой Как они над ней издевались И все сняли И в интернет выставили Сейчас прокуратура занимается Есть такой фильм Называется Класс Ну вот Класс Просто первый Второй класс Класс И над ними Как издевались Они большие ребята Это уже наверное В девятом классе были Они всякие мерзости Делали с одним И они Два пацана Они оружие достали И пришли в класс И весь класс расстреляли Ну Я понял Да Это Сейчас повсеместно становится Да Так воспитали Плоды такие вот Негодные Ну скорее Не воспитывали Не воспитывали Он же живет Как скотина Вот сейчас Есть такая Такое Сказать Ресурс Рулетка Называется Щадру Щадрулетка Я там уже 80 дней Там мне кажется Дети выловить Да Там Человеку делать нечего Мы приходим туда С Евангелием Считаем Псалтырь Евангелие Его я уже составил Где-то 360 роликов Ого Да Беседы Беседы большие С мусульманами Там с русскими А некоторые меня увидят И сразу называют Игнатий Тихонович А они на нашем Канале там были Или где-то Я не думал вас тут встретить Там завязывается Наше знакомство И каждый день Я выставляю Три или четыре ролика Какие там беседы бывают Я беру По частям Мало Отправляю в администрацию Нашу Администрация там Все сращивает Вместе Ставит А я потом Замки снимаю У нас над ресурсами Нашими В общем так Помогают И проще 12 человек Да Я в этом тоже соображаю Я вообще Так Программист Нет Это не соображаю Я говорю Помогают Которые Помогают Один оплачивает У меня ничего нет Он оплачивает Интернет Там Программисты приходят Что не ладится Выправляют Приезжают То есть Разные люди Которые помогают Я вчера одному там выставил Фотографию Сегодня я выставил Один ролик Один журналист В Москве Может быть Видели на нашем канале Шахматов Фамилия Алексей Его сюда Кто-то командировал Или там Люди посоветовали Из Москвы Прилететь в Барнаул 3300 километров Чтобы взять у меня Интервью И он взял интервью И сразу улетел Пробыл туда Когда Обратно самолет летит И сейчас из того Что он снял Сегодня ролик появился А я его себе перетащил А Ну я посмотрю тогда Очень интересно Очень Шахматов Шахматов Фамилия Там видно Буква Ш Бросится в глаза И с ним уже Где-то роликов 5 стоит Как он был здесь Как Где студии были Где я давал интервью Он задавал вопросы Которые ему Его клиенты давали Например Можно Если Не секрет Что за вопросы Ну Вопросов там много Интересные какие-то Которые вам Так Которые специально Ему его слушатели Которые ему задавали Например Что такое Молитва по соглашению У отца Владимира Головина Как я на это смотрю Я начинаю По писанию Ему отвечать И дальше он Вот вас так знают Вы такой там И И Продолжение следует...